привет всем кто меня смотрит сегодня у нас 24 февраля я всех поздравляю с масленицей у нас опять праздник это значит что не за горами весна сегодня мы будем делать блины блинчики я их делаю так самый простой способ я их делаю на воде мне понадобится 4 яйца вода сахар мука соль все больше ничего не кладу ну и подсолнечное масло и так приступаем для начала и вам яйца кладем соль сахар я кладу вот так вот кто не знает мало ли девчонки молодые никогда не делали вот делаю так чуть-чуть щепотку соли это на 4 сахара где-то 1 2 3 4 чайные ложки с горочкой ну можно 5 добавляем воды добавляем воды ну я так думаю воды нам понадобится воды нам понадобится где-то 700 грамм на 4 яйца потом впоследствии и когда мы будем добавлять воду когда мы будем добавлять муку мало ли у нас не случайно просто сделаем можно будет развести еще водичку добавляем муку муку делайте вот так вот сейчас вам расскажу я точно не помню сколько и класс нужно все на глаз вы смотрите кладите сначала поменьше это это я говорю для тех кто готовит первый раз блины насыпали помешали видите еще жидковато такая еще масса как водичка чем можно добавить чуть-чуть добавили перемешиваем так вот сейчас муки уже достаточно блины делают кто как вы их в общем можно очень много способов готовить блины я делаю вот так без всяких заморочек вот такая масса меня ведь она какая такая как жиденько жиденько сметанка еще чуть-чуть можно добавить сюда подсолнечное масло чуть-чуть включаем огонь подсолнечное масло сковороду хорошенько разогрели и сейчас наливаем блинчик так еще даже не очень разогрелась она у нас с одной стороны блинчик пожарился переворачиваем и вот сейчас уже понятно вот я считаю можно еще добавить еще добавить водички потому что тесто для блинчиков получилось густовато еще добавляем где-то пол стакана я добавлю воды добавляем вот пол стаканчика водички и сейчас самое то наверное будет скорее всего все печем дальше достала я первый блинчик попробовала на мой взгляд сахара и соли нормально все хорошо кому-то что-то не понравится и допустим мало соли и мало сахара пожалуйста можете добавлять первый блинчик всегда пробуем продолжаем так же добавим блинчик беру я чуть меньше поварешки вот такой средний и разливаем гусей сковороде блинчики получаются очень нежные я люблю с одной стороны пропекся также переворачиваем такой вот красивый румяный блинчик с хрустящими краями получается блинчик готов достаем блинчик вот такой вот получается очень красивый и очень нежный и и так далее печем все блины блинчики мы напекли вот такая кучка у нас топочка получилась довольно таки много их получилось вот такие они ажурные тоненькие хрустящие по бокам очень вкусные хотя и на воде но очень вкусные и нежные и сейчас я хочу сделать такую по макушку блин уже надо куда-то макать ну сметанка у нас будет и еще я люблю яйцо с масса такое сейчас покажу как это делается берем такую маленькую маленькая кастрюлька у кого-то может ковши такие из металлические и я беру вот такую маленькую кастрюльку наливаю туда подсолнечного масла ну вот так вот примерно это я на одно яйцо дело и добавляю туда сливочного масла чуток ну примерно вот такой кубик можно побольше два кубика добавим и растопим добавим соль и помешиваем до такой консистенции смертка чтобы было постоянно можно помешивать вот такая по макушка у нас получилось очень вкусная я люблю вот такую по макушку с детства у меня бабушка так делала очень вкусно и дочь у меня любит в общем все мои домашние любят вот блинчики макать вот яйцо с маслечком ну и еще будет на сметанка так ну и давайте пробовать блинчики наши по макушке вот блинчики вот такие получаются показываю будем пробовать по макушке нашли и блинчики хрустят очень вкусно хрустят ажурные нежные мне вот с этой штучкой больше всех нравится яйцо ну вот и все всем пока пока всех с масленицей поздравляю подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите на колокольчик светлана комар с вами была всем пока пока